Всем привет, мои хорошие! С вами Геймери и сегодня будем с вами кушать вкуснейшую домашнюю шаурму. Сочнейшую, обалденнейшую! Давно я уже, кстати, не кушаю никакой фастфуд и реально мне настолько хочется этого всего. Просто у нас нельзя выходить на улицу и, естественно, ни одни рестораны, нигде ничего не работает. В общем, не обессудьте. Будет постоянно домашняя, сочная шаурма. Рецепт в инфобоксе на iCookie. Переходите, готовьте вы тоже. Я уверена, что вам понравится. Это немножко, знаете, больше, наверное, российский рецепт. У нас в Азербайджане в шаурму не добавляют морковку. Вот. Но мы готовили по этому рецепту и она просто так аппетитно пахнет. Еще в шаурму добавляют, кстати, лук. Мы это не делали, потому что, как вы знаете, лук то мне нравится, то нет. В каких-то блюдах он для меня сочетается, его можно кушать, в каких-то нет. В общем, как-то так. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о блогерстве. Что же все-таки важно знать? С чего стоит начать, если у вас внутри есть такое вот желание, что вы хотите стать ютубером? Такой ветер на улице, прям ужас, ураган, ребят. И не скажешь, что апрель. В общем, начать я хочу с того, что Многие очень часто меня спрашивают, важно ли наличие камеры. Как я считаю, можно ли для начала снимать на телефон и так далее. Конечно, чисто физически можно снимать и на телефон. И здесь ничего такого нет. Но я по собственному опыту могу сказать, что у меня резко начало расти число подписчиков после того, как я поменяла камеру. Я не знаю, это совпадение или нет. Но мне кажется, это не совпадение. Это можно сравнить, знаете, с чем. Например, можно купить хайлайтер от Essence, а можно купить и от Dior и заплатить в 10 раз дороже. То же самое и зрители Ютуба. Они настолько избалованы, не знаю, хорошим качеством. Дофига уже блогеров. Давайте говорить уже откровенно. Если ты снимаешь даже круто, но у тебя плохое качество звука, плохая картинка, некоторые люди просто не будут тебя смотреть из-за этого. Это как синдром богатых. Они любят смотреть качественно, покупать что-то качественно, хорошее. И вот на самом деле многие говорят, нет никакой разницы, на что ты снимаешь, самое главное то, что ты говоришь и так далее. Ну вот я по собственному опыту могу сказать, что подписчики начали расти именно когда я поменяла камеру. Поэтому я сужу и с собственным опытом. Наверное, важно. Раз так, значит это важно. В принципе нету возможности. Но снимать все-таки хочется. Можно и на телефон тоже снимать. Это будет какое-то начало, какой-то старт. Я тоже стараюсь улучшать качество. Не зря я поменяла. Вы помните, да, эти времена, когда каждый день у меня был новый микрофон и опять какой-то дурацкий. Мне все ничего не устраивало. Я пытаюсь расти, пытаюсь как бы улучшать что-то. Например, я смотрю блогера, как ее звали, Оля Рэд. Ну в общем, бьюти-блогер, у нее много подписчиков. Я просто смотрю, что у нее камера такая же, как у меня. Смотрю на ее картинку и смотрю на свою. И понимаю, что... Мне кажется, дело не в камере. Дело в свете. Дело в программе монтажа. И много чего мне нужно изменить, я считаю. Писать в комментариях взаимная подписка, подпишись на меня и так далее. На мой взгляд, это только отталкивает. Я никогда так не делала. Наоборот. Вот если у вас тема бьюти, заходите на видео начинающих блогеров и оставляйте какой-то комментарий на тему того, что... А вот я тоже недавно снимала обзор на эту палетку. Мне тоже очень понравилось. Вот что-то такое, что вот говорит о том, что вы блогер, но не заставляете народ заходить к себе. Сейчас реально... Очень тяжело набрать особенно первую аудиторию, потому что блогеров много. Уже есть люди, которые привыкли смотреть одних и тех же блогеров, и они не хотят переходить на что-то иное. Как я помню, одна девочка на Мукбанке снимает, и она кидала запрос на подписку всем моим подписчикам. Мне потом это писали, и она в шапке профиля написала «Меня зовут Тота Тота, я начинающий Мукбанкер». Я думала сначала, что это ребенок, а оказалось, что это взрослая женщина. Она просто так пытается распиарить свой канал. Это тоже один из способов. Быть может, нам это смешно, а у нее это работает, и нельзя осуждать таких людей. Они тоже пытаются что-то делать. Но подобная реклама она только отталкивает, на мой взгляд. Иногда бывает, блогеры покупают рекламу YouTube, чтобы их видео чаще попадали в рекомендованные. Но я, если честно, никогда не захожу на подобные видео. не потому, что мне жалко. Ну, просто я думаю, что там меньше полезной информации. Вот. Не знаю, как-то так повелось. Не знаю, насколько это правильно. И еще насчет возраста. Есть одна женщина, которая меня смотрит, и она мне писала в Инстаграме, что она тоже хочется вести мукбанк-канал, но она стесняется своего возраста. Так вот. Я считаю, что нет возрастных ограничений. Почему бы нет? Наоборот, круто, интересно. Вашего возраста, например, мукбанкера нету. А теперь появится. Всем станет интересно. Все начнут вас смотреть. То есть, из-за таких вещей вообще не стоит комплексовать и париться по этому поводу. Самое главное начать, а там дальше уже пойдет. Вы знаете, у меня была любимая блогер Женя Гейн. Я не знаю, вы смотрели ее или нет. И, в общем, когда мне было, не знаю, 13-14 лет, даже нет, даже больше, она была очень популярной на Ютубе. Я не пропускала ни одно ее видео. И сейчас я буквально 5 минут назад заглянула на ее канал. и я увидела, что мои видео набирают больше просмотров, чем ее видео. То есть, все в ваших руках. Снимай, создавай. Сейчас, например, очень легко набрать аудиторию в ТикТоке. Я бы, например, порекомендовала бы снимать, например, для ТикТока. Потому что для Ютуба и для Инстаграма уже очень большая аудитория. А в ТикТоке буквально пару видео закинул, где уже подписываются. Так как это новая площадка. В ТикТоке буквально, не знаю, на одно видео у меня уходит минуты-две. Результат очень хороший. Поэтому, если внутри есть это желание, почему нет? Почему запрещать? Почему думать, вот кто что скажет? Ребят, всех вначале осуждают. Над всеми смеются. Но это до поры до времени. И только вы можете доказать, что ваша мечта – это не просто пустые слова. Что касается получения монетизации и вообще заработка с Ютуба. С каждым днем это тоже становится все сложнее, потому что блогеров становится много. Ютубу даже столько не нужно. Поэтому если у тебя нету тысячи подписчиков и четыре тысячи часов, то ты не можешь зарабатывать со своих видео. Раньше было все проще. Ты просто взял, выложил видео на Ютуб и начал зарабатывать деньги. Сейчас просто все меняется. С каждым днем все сложнее. Реально я иногда вижу каналы, где, например, рецепты, да, очень хорошие рецепты. Но смотришь по 20-30 просмотров. Хотя рецепт вот такой вот. Раньше, когда у меня были брекеты, я просто мечтала сделать вот так. Потому что я не могла так сделать, все застревало в брекетах. В общем, как-то так я уже наелась. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита всем. Пока.